Учение из беседы святителя Иоанна Златоустова. О своих учениках Христос говорит, «Хочу, чтобы там, где я, и они были со мною». 17 глава Иоанна. «О нас же боюсь, чтобы не было сказано противного, где буду я, туда вы не можете прийти». В самом деле, как нам пройти туда, прийти туда? Когда мы поступаем вопреки заповедям. Ведь и в настоящей жизни, если кто-либо из воинов станет действовать несоответственно с достоинством царя, то не будет иметь возможности видеть царя, а напротив, лишиться своей власти и подвергнется величайшему наказанию. Так и мы. «Если же будем похищать и лихаимствовать, если станем оказывать несправедливости и обиды, и не будем творить милостыню, то не только лишимся возможности прийти туда, но и потерпим то, что случилось с девами. А они не могли войти туда, где был жених, но удалились, потому что угасли их светильники, то есть оставила их благодать. Действительно, этот огонь, который мы получили по благодати Духа, если захотим, можем усилить, если же не захотим, тотчас угасим его. А когда он угаснет, в наших душах не останется ничего, кроме тьмы. Поэтому сказано, Духа не угошайте» – 1 Фессалоникийцам, 5 глава. «Угасает же тогда, когда не имеет елея, когда подвергается какому-либо сильному напору ветра, когда подавляется и стесняется, от этого именно и гаснет огонь, подавляется же житейскими заботами и угасает от злых пожеланий. Но при этом ничто так не угошает огонь Духа, как бесчеловечие жестокость и хищничество. И вот мы отойдем отсюда, неся с собой золу и пепел, окруженный великим дымом, который будет обличать нас в том, что мы угасили свои светильники. Где дым, там необходимо допустить угасший огонь. «Но не дай Бог никому услышать этот глаз, не знаю вас» – 25 глава от Матфея. «Потому, умоляю вас, будем всячески стараться и заботиться, чтобы не оскудел у нас елей, чтобы наши светильники были украшены, и мы могли вместе с женихом войти в брачный пир». Невозможно человеку вести жизнь чистую, когда он не верует в воскресенье. Что ты говоришь? Не ожидаешь воскресенья и суда? Это исповедуют и демоны, а ты не исповедуешь. «Пришел ты сюда», – говорят они, – «прежне времени мучить нас» – от Матфея, 8 глава. «Если же говорят, что будет мучение, то, знают, конечно, будет и суд, и отчет, и наказание. Не будем же прогневлять Бога сверх худых дел, еще и не верим слово воскресенье. Как во всем прочем, Христос был начатком для нас, так и в этом. «Потому он называется и перворожденным из мертвых. А если бы не было воскресенья, то как бы он мог быть перворожденным, когда никто из мертвых не последует за ним? Если бы не было воскресенья, то как бы могла сохраниться правда Божия, когда столько злых людей благоденствует и столько добрых страдают, и в страдании оканчивает жизнь? Где все эти люди получат по своим достоинствам, если нет воскресенья? Никто из живущих праведно не сомневается в воскресенье, но каждый день молится, произнося это святое изречение. «Да приидет Царствие Твое!» Евангелие от Матфея, 6 глава. Кто же не верует в воскресенье? Люди, идущие оскверненными путями и проводящие нечистую жизнь, как говорит пророк, во всякое время пути его гибельны. Суды Твои далеко для него, 9 Псалом. Подлинно невозможно человеку вести жизнь чистую, когда он не верует в воскресенье. А кто не знает за собой ничего худого, те и говорят, и желают, и веруют, что получат воздаяние. Не будем же прогневлять Бога, но послушаем Христа, который говорит, «Бойтесь того, кто может и душу, и тело погубить в гиенне» от Матфея, 10 глава. Боязнь эта сделает нас лучшими, и таким образом мы, избавившись от этой погибели, удостоимся Царства Небесного, Которого да исподобимся все мы по благодати человека, любви Господа нашего и Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Аминь.